Гении от искусства. Их полотна обладают особой гипнотической силой и притягательностью. Над ними невластны мода и время. В Испанской Малаге открылись сразу две выставки из коллекции Русского музея. Так много полотен знаменитых авангардистов Казимира Малевича и Давида Бурлюка тут еще не видели. Для гостей это уникальная возможность окунуться в загадочный мир художников, новаторов и мастеров эпатажа. Какие работы потрясли больше всего, расскажет Ольга Паутова. Нравится или не нравится? Искусство об этом вас не спрашивает, уверенно заявлял Малевич. И сам совсем не пытался понравиться. Его занимала другая идея. Заново придумать выразительный язык искусства, где не будет привычных сюжетов и героев. Художник будто взглянул на Землю извне. И вот уже не важно, где верх, а где низ, лево и право, прямо как в космосе. Только в его вселенной вместо Солнца все крутится вокруг черного квадрата. Вот черный квадрат, это в данном случае выражение, как он сам говорил, некой пустыни. То есть это ноль форм, ничто. И вот с этого нуля форм начинается что-то новое, другое. Рядом черный круг и черный крест. Те самые, что были показаны на легендарной выставке супрематистов 010. Казимир Малевич тогда перевернул игру, водрузив свой квадрат в красном углу. Мести, где в домах вообще-то висели иконы. А вот на испанской выставке в этом углу красный квадрат. Черный квадрат, к сожалению, не принадлежит русскому музею. А красный квадрат принадлежит русскому музею. Поэтому на этой выставке в красном углу висит красный квадрат. И пусть оригинал черного квадрата висит в новой Третьяковке, именно у русского музея самая внушительная коллекция Малевича. Более двух сотен произведений. Помимо живописи, это еще и графика, архитектоны, модели супрематической архитектуры. И даже костюмы к опере «Победа над солнцем». В ней угловатые люди будущего борются с буржуазными предрассудками, произнося заумные стихи из одних согласных. Здесь же скачет «Красная конница». Картина, написанная по законам золотого сечения. Кстати, это единственная работа Малевича, которую признавало официальное советское искусство. Рядом и более поздний период мастера – супранатурализм. На картинах вроде бы появляются персонажи, но они словно не имеют веса. И лиц у них тоже нет. По мнению художника, именно так государство воспринимало крестьян во время коллективизации. На этой выставке столько работ Малевича. Я никогда не видел так много в одном месте. Здесь осознаешь, достаточно всего одного художника, но выдающегося, чтобы изменить ход истории искусства. В соседнем зале открылась выставка Давида Бурлюка. Его называли первым футуристом России. Он стал использовать в своих работах коллажи. Из фанеры, шестеренок, металлических пластин. Экспериментировал с пространством. Вот, пожалуйста, пейзаж сразу с четырех точек зрения. Да и сам выглядел эпатажно. Со стеклянным глазом, татуировкой на щеке и с серьгой в ухе. А ведь это начало 20 века. Он вместе с Маяковским создавал вот такие уникальные произведения. Маяковский тоже был художником. И они даже иногда спорили, кто из них был более авангардный. Бурлюк часто повторял своим ученикам. Художественное произведение должно быть как аккумулятор, от которого исходит энергия. И подзарядиться на этой выставке все жители и гости Малаги смогут до февраля. Ольга Паутова, Михаил Блохин, Ольга Коваленко и Сергей Шатила. Первый канал.